Я хочу его здесь, чтобы порядок и справлюсь, чтобы пришли на специальную шагу. Вот сюда, прошу вас остановить. Здесь тоже целая серия, как бы, тут вы только с головы не повесили. Как-то, 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 как-то. В доме, да, ты, ну, неизвестно себе, куда вы ходили, но ты приходил, как-то, в доме. И очень активно работают эти синие тени, да? Вот и сам художник. Как раз, как вы знаете, вот, мая с 34. Вот, и вот активный желтый цвет, сияющий, да? И синие синие тени, да? Как раз, тёплый алой можно составлять сюда, как основа живой, пусть. И на произвительном таком зелёном углублении. Обратите внимание. А цинковь какая-то непривычность или какой-то другой цвет. И вот с таким сильным углублением. Дальше, как видите, вот сам дом. Вот свежий, ну, даже картинка такая, если какой-то. Можно со мной прийти на другую. Так, где движение по цвету, движение винии. Там белая стена в доме, реально. Но у нас в стену эти преображают такую мощную холостическую гамму. Там и розовый видимость, и селение, и охристый какой-то активный видим. Ненапряжённый, кровавый, красный. Есть в каждой работе, есть определенный. И вот, изумительно, два дерева. Это называется «Золотая осень». Так, крыльца «Золотая осень». Крыльца «Золотая осень». Крыльца «Золотая осень». Крыльца «Золотая осень». Мало, то никак. Это два дерева, как можно увидеть, какие-то образы фигурки мужской и женской. Если тянутся вот так в руку, в какой-то момент вот этого движения, где они расходы будут обестремляться. Такая вот такая романтическая, политическая нота. И на этом решении золотисто, опять сильневатом, в центре очень активно композицию держат галлюзовый цвет, и потом тёмно-зелёный цвет внизу. Видите, вот композиция просто нравится. Не будет вот этих мощных цветовых пятен, она бросает. Вот, например, как раз мы в прошлый раз говорили, что основная композиция – это какой закон? Владимир. Закон целостности. Закон целостности. И вот тут две работы – это часть третьих, одна из которых является дорогой к чёртовой. Дерево чёртовой. Там в следующем зале будет букет чёртовой. И тут надо спросить, а вы знаете, кто-то чёртовой? Сейчас я скажу. Это венгерский художник. Венгерский художник. Венгерский художник. Который жил на рухожевиков. То есть он… Он родился где-то в 53-м году, в 1853 году. Где-то вот жил как в 19-го, в 19-го году. То есть основной период творчества пришёлся на рухе швейского. В 19-го, начало 20-го. Этот человек был фармацевтом. В начале всю жизнь, где-то с 40-го летом. И потом он почувствовал как бы божий глаз, вот на той стороне – занимайся жизнь здесь. И он сначала поехал в Мюнхен. Занимался в Мюнхенской школе художника Халоши. Знаете, что есть школа Лисмутражная, Хардовская школа Халоши. Вот в этой школе. Сейчас. С натурой. Что будет в ней? Покуретки. Нажённое тело. Апты. Всё такое. Ну, как и положено. Академия. А потом он начал работать очень активно с цветами. И вдруг понял, что с цветами будет различным. Не так, что это значит. Да. Ставим. Да. Ставим. Ставим. Или, может быть, очевидно, сказанием. Что мы вот иными словами приёмы. И мы сказали. Ну, мы поняли, что цвет не обязательно должен быть предметом. Чтобы цвет не было равной стройки, зимний коричневый или какого-нибудь грунтого. А то, что можно предсказать какие-то сложные наши чувства для России. Какая цвета самолична. Ну, и вот чем-то ощущается такой богоизму, что он понимал, что очень надо много работать, чтобы охладать. Вообще, я хочу вам всё и так сказать. Это то же самое. Художники получают такую дату. Это божий дат. Не пусть так. Надо оправдаться. У нас будет разловно получить дату. Понимаете? Нельзя не просто шпиниться, создавать, понимаете, творить. Понимаете? Это очень важный момент. На вас очень большое ответственность. Именно художество. Вот творчество. Более того, вы помните, как вы обещали завтра. Сталант в земле закопал. Да не закапывался, а надо, чтобы он возвращался к вам. Кому-кому-кому-кому-кому-три, а кому-кому-пять талантовый комплекс. Чтобы вы как можно много работали. И эти результаты, понимаете, действительно нужны всем. А вот такая кажется, с одной стороны, сейчас люди говорят, что художники не востребованы, вроде бы никому не нужны. Есть такая позиция. То есть, знаете, карантин мало кто покупает, да? А с другой стороны, Богу это нужно. Значит, он был художником, который отдавался, чтобы эта область развивалась со того, чтобы нужно людям. Чтобы у него оподораживались. Еще позиция искусственная. Значит, это оподораживает человека, оподораживает жизни. Если даже вы создавите интерьер, там, я скажу. Музыка идеи, да? Они очень сложны, чтобы создаваться. Специально есть фитоническое. Это очень интересно. Если вы воспомините, то есть музыка модельная. Малатинный пейзаж. Музыка в эти пейзажи. Вот мы видим, что переходите сюда. Вот такая сложная, тежка, да? Середина такая перезвозно-изгружная. А вот так вот полукруг образуется. Сирени, вот эта красноватая сиренка. В 18-ом году выстрел из металла принесли. Там маленькая была племя. Максимилиана Волошина. И вот его вязь написано, Максимилиан Волошин. Пейзаж, как теперь. Мне очень понравилось слово. Когда называлась она Планевская, я долго неяснил. Я объяснил 13 лет. Через 13 лет нашел. Приехал, мне очень понравилось. Я решил, что я буду там. Это в каком возрасте у вас уже было примерно? Я в 18-ом году. Я приехал 1 октября. Подготовился сразу со всеми своими друзьями. Выводя праздник, мой любимый художник. Сейчас, я считаю, самый любимый художник. Со временем музей праздник. Но я через 5 лет удалось в Дашаковской сети. Там никогда еще не продавалось. Это в Дашакове много работы для того, чтобы я приехал. И, в принципе, еще приехал. Спасибо.